Корабль поплыл по волнам, но как только море не штормило, корабль не должен попасть на мель. Давайте погнали, корабль по волнам! Этот мячик корабля для детей – символ наступившего лета, который уносит их в беззаботные каникулы. Впереди самая счастливая пора для детворы. Уроки закончились, можно отдыхать и не думать о домашних заданиях. И для того, чтобы ребята настроились на радостное лето, балаковские химики провели в сквере мечты яркое мероприятие, объединившее жителей жилгородка. Мы сегодня в очередной раз решили организовать праздник на округе, собрать всех детей. Учитывая, что дети вышли на летние каникулы, мы их хотим тем самым поздравить с началом лета. Кроме того, 2024 год у нас год семьи. И лишний раз погулять с родителями, поулыбаться, посмеяться, провести время вместе, я думаю, прекрасно. Еще недавно на месте этого сквера был пустырь, который при поддержке компании «Фосагра» благоустроили, превратив в территорию притяжения для местных жителей. Спортивные соревнования, детские праздники, семейные мероприятия здесь не редкость. Узнали про этот праздник, с удовольствием пришли. Раньше мы жили здесь. Это прямо ностальгия, что есть такой двор, есть такая площадка, есть такая радость, где танцуют и дети, и взрослые. Чудесно. Намного стало насыщеннее, радостнее, все счастливы, все красиво, сколько людей собралось. То есть, в принципе, для всех это настоящий праздник и удовольствие. Игорь вместе со своим сыном танцевал и резвился, как ребенок, ведь каждый взрослый хочет вернуться в детство. А такие праздники дают отличную возможность сделать это. Наверное, поэтому в «Сквере мечты» в этот день стали немножко детьми, мамы, папы, бабушки, дедушки и даже подростки, которые обычно держатся в стороне от общего веселья, махнули рукой на серьезность и окунулись в общую кутюрьму. Я бы хотела, чтобы хотя бы раз в неделю такое было. Нам больше понравилось в футбольной мяче бороться, очень прикольно. Нам очень понравился этот праздник, очень клево, проводит очень много людей, это хорошее, замечательное время. Спортивное состязание или творческая программа? Каждый выбирал то, что ему по душе. Возле сцены собрались те, кто хотел послушать юных исполнителей и потанцевать. Здесь же малышню развлекали аниматоры. Все свободное пространство в «Сквере» было занято различными площадками, и ни одна не пустовала. Лето, насыщенное впечатлениями, началось.